Самый харизматичный вечерний эфир на телерадиоканале Страна.ФМ начинает свою работу и здесь я, меня зовут Маша Новая. Рован Шаков тоже в этой студии. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня у нас, ну, наверное, Ром, самый харизматичный гость из всех, которые только возможны. Друзья мои, прошу любить и жаловать Алексей Юрин. Это и автор Comedy Club, и резидент Comedy Battle, и проекта «Не спать», а также автор и участник команды КВН «Станция Спортивная». Сразу хочу сказать, моя любимая команда, просто обожаю, искрометный юмор, и хочу заметить, вы писали все эти шутки для команды. Блин, ну не все, но есть отдельные шутки и номера, которые писал я, и я ими даже горжусь. И команда уже много времени играет, но мне до сих пор приятно, спасибо. Но у вас там целая команда работает над этим, правильно я понимаю? Сколько человек вот в авторстве? Ну, смотрите, есть сама команда, и сама команда писала, и пишет. Молодцы, это заметно. Кстати, каждая команда КВН пишет, если вот наши теле- и радиослушатели не знают, и думают, да им пишет, в КВН там кто-нибудь. Вот, мы так и думали. Не, ребят, пишут всегда сами КВНчики, просто когда ты доходишь до определенного уровня, как в олимпийском спорте, ты уже начинаешь соревноваться с другими такими же талантливыми командами, которые сами пишут и еще кого-то приглашают. А, понятно, это уже в довесок. Это уже допинг. Да, да, допинг, и без него просто не победить. Мы тоже делали то же самое, у нас, конечно, были авторы, но вот так вот сказать, что нам все писали. Нет, не все. Ну, это здорово. Что больше тебе нравится, писать или выступать с написанным? Это такой, ребята, интересный момент. Много. Ребята, знаете, я считаю, что каждый автор — это нереализованный актер. То есть нам в каждом сидит эта наркота, вот эта, тебе... Ты один раз заболел сценой, да, и кто-то там телеэфиром сейчас, может быть, интернет-эфиром, тебя туда тянет. Может, тебе уже вся судьба, все люди сказали и намекнули, что, братан, это не твое, тебе надо писать. Но ты нет-нет, ты все равно туда идешь. Поэтому на ваш вопрос я не могу однозначно ответить. Я люблю заниматься творчеством как автор. Ну, блин, быть в кадре — это прям кайф. Да, да, потешить свое эго, самолюбие. Я красавчик. Конечно, конечно. Ну, и к тому же автор чувствует потенциал и, опять же, шутку знает, как преподнести лучше всего. Правильно? Ну, вот что интересно, да, ты же пишешь и для себя, правильно, но и для других. Да, конечно. Вот именно об этом мы и поговорим уже после музыкальной паузы, поэтому, друзья мои, дальше только интереснее оставайтесь с нами. Вечерний эфир продолжается. Да, Алексей, у меня сразу же к тебе вопрос. Вот мы в прошлом выходе затронули тему, что ты пишешь не только для себя, но и для других, получается, людей, да, шутки. Скажи, а как же нужно же попасть в этого человека, в его характер, в его образ? Наверняка же все равно пишется как-то под себя. Вот как быть в этой ситуации? А вот знаете, на самом деле, под себя-то писать гораздо сложнее, ребята. Конечно. По крайней мере, юмор. Просто дело в том, что, ну, в любом, наверное, творчестве, не только в юморе, важен взгляд со стороны. Без него никуда. Да, а как ты можешь на себя посмотреть со стороны? Только если ты в зеркало смотришь. Ну, ты же знаешь себя, ты же чувствуешь, ты же можешь считать. Ну, вот так я выражаюсь, а вот так никогда не скажу. Я, кстати, согласен. Потому что... С Алексеем. Да. Потому что ты не знаешь, каким тебя воспринимают люди, понимаешь, со стороны. Ты можешь думать, что ты один. Нет, ну, подожди, меня могут воспринимать как угодно, но это же совершенно не значит, что я именно такая на самом деле. Может быть, меня воспринимают так, а я мягкая, добрая, и пушистая. Значит, ты другая. У тебя одна сторона восприятия, у людей другая. Так, Лёш, как ты с этим справляешься? Расскажи, пожалуйста. Мы сейчас говорим сюда Билли Миллигана и 21 субличность, которая у нас живет. Да нет, все просто. Ребят, мы все равно пишем, чтобы потешить свое эго, как мы в прошлом выпуске сказали. И это же для того, чтобы получить фидбэк от зрителей, чтобы они поржали. Значит, нам, хотим мы этого или нет, надо попадать в них. Не в себя, а в них. А значит, нам надо писать для них. Значит, надо писать так, чтобы понравиться им. А для этого нужен кто-то со стороны. Поэтому пишешь ты, блин, для себя сложнее. Ты еще там будешь загоняться, но я загоняюсь. Что вот ты шутку написал, а она как-то уже не нравится на следующий день. А, переспал с этой шуткой, да, и все уже с новыми мыслями. Переспал, и вот эти все заморочки, ой. Слушай, а было у тебя такое когда-нибудь, когда ты чувствуешь, что это 100% шутка сработает, но человек выходит, написанное по твоему сценарию, и у него не прокатывает. Может быть, он не отыгрывает. Или зритель не понял. Вот как быть тогда? Я вам могу сказать честно, у меня было не то, что не прокатывает, а тут вот слово должно быть, которое запрещено в эфире, просто в хлам проигрывает. И да, ты сидишь в зале и думаешь, господи. И я вам, ребята, могу по этому поводу рассказать одну сленговую вещь такую, в КВНе, она сленговая в КВНе. Есть такое понятие «мышь». Мышь? Да, не слышали меня вас? Вы же тоже творческие люди. Мышь, это знаете, это что? Это когда ты пишешь день, два, три, и однажды в 4 утра к тебе приходит мышь и говорит, «Братан, напиши шутку про стеклянных медузы, поедающих оранжевого слона». И ты, блин, стеклянные медузы. Ребята, это так круто. Ты пишешь, вы все ржете, и ты на сочи утра такой сидишь, думаешь, батюшки, что какая-то хрень. Подожди, ты что-то принимал до мыши или она сама по себе произвольно пригодится? Нет, ты просто гонща с собой принесла. Мышь с собой принесла. И это не что-то запрещенное у нас в стране. Это просто состояние, которое приходит к любому творческому человеку, когда он загоняется. Ну, то есть, подожди, происходит отупение некое, когда ты все уже доходишь до края, до точки, ты уже не знаешь, что придумать, и дальше приходит мышь. Вот не отупение, лучше бы было отупение. Когда ты тупой, ты можешь все-таки сформулировать что-то такое для всех. А тут приходят потери адекватности. Когда шутка, которая... Ну, ты просто очень много пишешь, 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 и где-то тут вот у тебя начинают, видимо, мозги. Но у тебя есть пример такой мыши? Странная заре. Блин, ребята, мне очень сложно, на самом деле, мы, именно мыши вспоминать, потому что, как правило, мышь — это твой позор, и ты ее стараешься забыть. А, ну и как бы, блин, конечно. Тебя наняла команда, например, кстати, это интересный момент, мы же, играя в КВН, учимся, набиваем руку, и потом нас нанимают другие команды писать авторам. Ты как автор пишешь и для других команд. И для других команд. Для каких? Поделись, расскажи. Блин, это не... Это не секретная информация. Да, это не секретная информация, но просто некоторые из них до сих пор играют в КВН, неправильно говорить такие вещи. Просто все команды КВН пишут сами, но и авторов привлекают, особенно на высоких уровнях тоже, потому что ты не выиграешь просто без авторской поддержки. Я один из тех, кто иногда пишет. И вот там бывает такое, что ты принес мыши, там еще ее отыграли классно, и ты сидишь такой, блин, это я написал. Скажи, гонорар от правильной мыши, от, собственно, мыши, которая зашла, твой увеличивается или нет? Нет, он не увеличивается, не уменьшается. Как правило, авторы, по крайней мере, юмористические авторы, и вот это, наверное, будет всем интересно, работают по временам. О, нет-нет-нет, бесплатно у нас уже в стране ничего. А, по времени? Подожди, так, одна минута, значит, стоит. А какие расценки сейчас? День? Есть день, и он стоит по-разному у разного автора. И все, что ты в этот день напишешь для команды, она оставляет себе. Бывает порой, что ты ловишь какой-то там, сейчас, как говорят, хайп, и у тебя ту-ту-ту-ту, или с командой ты на одной волне, и ты даже за небольшой промежуток времени пишешь в команде очень много. Бывает, что ты пишешь, вот, ну, блин, тяжело. Иногда мышей приношешь, правильно, приношешь, но... Как это поймать и как приносить хорошее мясо? Мышь за хвост, да, друзья, продолжим совсем скоро. Оставайтесь с нами. Сегодня у нас в гостях Алексей Юриен. Самое интересное впереди. Давайте перервемся немножечко на маленькую, крошечную музыкальную паузу, и скоро к вам вернемся. Сдавайтесь, друзья, потому что прямо сейчас будет просто разрыв на телерадиоканале «Страна.ФМ». Много юмора, и он будет не только в теории, но и на практике. У нас по-прежнему гость Алексей Юрин. Ну, раз уж мы затронули тему юмора, расскажи, пожалуйста, откуда ты черпаешь вдохновение? Как ты пишешь эти шутки? Может быть, там есть какая-то некая конструкция, чтобы в конце было реально смешно? Ребята, все, кто включил «Страна.ФМ» для того, чтобы научиться писать юмор, ребята... Блокнутыми сидеть сейчас. Да, сидят в блокнутыми. Ну, конечно. Тогда записывайте. Во-первых, вы должны знать, что это навык. То есть писать юмор — это навык. И как любой навык, как в спорте, он развивается. Просто, как бы банально это ни звучало, надо взять ручку, бумажку и написать свою первую шутку. Не заглядывая ни в какие умные книжки, и, может быть, даже не слушая Алексея Юрина... Юрина, а вот в этом весь и кайф, в этом все творство, в этом вся суть. Мы, это человечество, я за всех нас сейчас говорю, мы так и не открыли то, с чего все начинается. Вот это зерно Божьей Искры, если кто верит. Мы не знаем, ребят. Мы просто берем ручку и начинаем писать. И, как правило, вначале мы начинаем писать очень-очень плохо. Но если ты будешь писать каждый день час, по 10 шуток, вот как-то пытаться формулировать... Ну, а там, что накипело, правильно я понимаю? Нужно с этого начинать? Ну, желательно, потому что любые шутки, они теряют со временем актуальность. Не только потому, что они о каких-то событиях, которые только сейчас произошли, но просто и форму шуток. Вот вы знаете, сейчас старый КВН ты смотришь, тебе уже не так смешно. И дело там не в самом, как бы, юморе, а просто уже там и подача, и не динамика. Стиль поменялся. Стиль поменялся. Вот там много заморочек. Поэтому, да, лучше писать о том, что ты видишь, о своих переживаниях, о новостях. И пытаться просто, вот, брать и пытаться. Первый год тебе... Даже год? Да. Как долго? Ну, представь, первый год тебе... Я думала, ты скажешь, первый день не получится, но на следующий тобой ты скромет. Нет, первый год ты, скорее всего, будешь писать очень плохо. И тебе, по большому счету, не нужен никакой коуч. Коуч. Сейчас это модное слово. Да, да, модное. Тебе просто нужно набивать руку. А уже потом, когда ты это однажды или кому-то дашь, и он сыграет, или сыграешь сам, и вот на практике тебе уже скажут такие люди, как Алексей Юрин. Алексей Юрин. Что надо делать, что не надо делать. Давай к практике перейдем. Это же самое интересное всегда. Вот у нас теория с Ромой все время нам рассказывает, а практику так никто и не приподнес. Кстати, кроме Comedy Battle я участвую еще в передаче «Не спать». Да, тоже на одном федеральном канале. На одном федеральном канале, да. И в этой передаче мы вкидываем бабки. Нас восемь участников, мы вкидываем бабки. А, то есть не вам платят за шутки, а вы вкидываете? Не-не-не, мы по десять косарей вкадываем, вкидываем. Это на самом деле ребята, кто знает, о какой передаче идет речь, и о каком канале вы... Вот, ребят, это правда. Мы вкидываем бабки, и потом эти бабки достаются кому-то одному. Ну, иногда их там делят на два участника. Это все правда. Кто был самый смешной, самый искрометный, который разорвал зал, правильно я понимаю? Да, в данной конкретной передаче. И так каждая передача происходит. Все, давай. Вот, и вот те шуточки, которые мне позволили в свое время заработать денег. О-о-о. Да, да. Чтобы косарей вкидывать. Это особенно приятно. То есть вы должны понимать, даже если вы сейчас едете в машине, и вы скажете, блин, да что это за шутка? Ты просто устал, чувак. После рабочего дня. После работы просто устал. Эти шутки уже оценили и как бы... Давай без предыстории. Давай, риторические вопросы, ребят, которые волнуют и меня лично, и всю больницу имени Кащенко в целом. В целом. Так. Согласится ли начальник Почты России, чтобы ему почку для пересадки доставляла Почта России? Когда у монашек эти дни, молятся ли они чуть более нервно? Может ли богатый писец позволить себе шапочку из человечей титьки? Нам, знаешь, не хватает. А в программе есть вот этот смех? Да, 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 подкладной. Кстати, он не подкладной. А он реальный? Да, да. Это вот хочется все время сказать. У меня, видите, вот-вот даже слово «паразит» появилось. Реально есть массовка, которая стоит сзади и ржет. Ром, это мы с тобой сегодня. Давай тогда сейчас, как массовка, посмеемся и уйдем на музыкальную паузу. Вместе с нами сегодня Алексей Юрин. Леш, уже, конечно, многие темы сегодня мы с тобой затронули, но хочется рассказать о том, как ты участвовал в камеди-баттле. Потому что у тебя был очень интересный такой оригинальный образ. Ты был такой начинающий музыкант, который посвящает свои странные, назовем это так, песни всем звездам. Хотя Леша, между прочим, сочиняет песни. И сам ты это сочиняешь. И музыку тоже пишешь. Все верно. Леша, как пришел этот образ к тебе, как он тебя посетил? Это была мышь или нет? Это была не мышь, это было осознанное решение. Это такой был эпатаж, который... Ну, он был осознанный. Вот все, что должен знать зритель, потому что наверняка многие подумали, ой-ой-ой, особенно кто меня знает, девушка-то вообще прям в Москве своей уехал башкой-то. Ребята, я адекватный, все нормально. Просто я понимаю, что сейчас такое время клиповое, всем нужны яркие картинки. И вот был такой врожден образ. Тем более, как-то я так на это согласился, мне сказали, Лех, давай! И я такой, эй, да! Лех, вот я тебе тоже сейчас говорю, давай проверим твою адекватность. Я тебе предлагаю прямо сейчас, друзья мои, это никакая не постановка, он действительно не знает, что сейчас будет происходить. Мы с тобой сочиним песню для какой-нибудь звезды. Да, я на самом деле строчки некоторые уже придумала. Тебе к каждой моей строчке надо будет придумать какую-нибудь прикольную рифму. Но для начала давай решим, кому мы посвящаем эту песню. Выбери. Какую-нибудь звезду, артисту. Кому адресуем эту песню, да? Да, адресуем, да. Кого будем сочинять? Кому в репертуар она пойдет? Ну, блин, мы... Или про кого? Нет, давайте, знаете, давайте логически рассуждать. Мы же модный канал, да, молодежный в чем-то. Молодежный, ну да, естественно. Ну тогда Бузова, мне кажется. Бузова? Ну, блин. Я, да, предвидела, что ты как раз ее вспомнишь. Ребят, следим за трендами, потому что... Ольга Бузова, да, или просто? Хорошо. А может быть и просто как камень. Нет, все тогда, договорились. Итак, поехали. Первая строчка. Меня зовут Юрин Алексей. Давай, вторая строчка от тебя, в рифму. Меня зовут Юрин Алексей. Ю, я гетеросексуал, я не гей. О, отлично. Я постараюсь быстро это записывать. Потом тебе это надо будет все произвести. А, вот в чем загвоздка-то. Да, 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 да. Следующее. Эту песню посвящаю Ольге Бузовой, да, или Бузовой Ольге. Как тебе больше нравится? Для рифмы. Я думаю, Ольге в конце. Все. А, Ольге в конце, да? Ну тогда придумывай. Эту песню я посвящаю Бузовой Ольге. И рифма. Только Ольге, без всяких тольки. Так, только Ольге, подожди. Да, без всяких тольки. Ну это, конечно, уточняет вторую строчку стихотворений. Без всяких тольки. Надеюсь, ты разберешь мой почерк потом. У нас же литература. Да. Конечно, у нас все серьезно. Перепридумаю, если я не разберу, мне кажется. Так, подожди, дальше. Я не знаю, как начать эту песню. Я не знаю, как начать эту песню. Хотелось бы интересней. О, прекрасно. Все, да? Или будет продолжение? Нет, меня устраивает. Интересней. Интересней. Все, отлично. Естественно. Вот так вот, естественно, да. Естественно. Мы будем в тренде. У нас будут неправильные рифмы. Да, да, да. Пусть подпевает нам весь этот зал. И в рифму. Пусть подпевает нам весь этот зал. Страна, президенты и телеканал. О, страна, президенты или президенты? У нас он один. Давайте без этого. Страна, президенты и телеканал. Тут все должны понимать, что, конечно же, речь о телеканале... О телерадиоканале страна и ФМ. Хорошо. Был у меня интереснейший случай. Был у меня интереснейший случай. Подучий. Нет, он не о том сразу, когда я страдал подучий. Подучий? Это старославянские слова не используем? Не используем. Не, давай, давай, перепридумываем. Подучий. Подожди. Был у меня интереснейший случай. Да. И... Интереснейший случай. Что-нибудь коротенькое? Я песню придумывал, а Бузова говорила, Лёш, не мучай. О, да-да-да, отлично. Я песню придумывал, да? Например, да. Хорошо. Бузова говорила, Лёш, не мучай. Если там ляжет, конечно. Ляжет, естественно. Хорошо, получается. Кто ляжет? Рифма. Мы сейчас исключительно про литературу. А Бузова просит, Лёш, не мучай, да? Да. Хорошо. Продолжаем. Лёш, не мучай. Поехали. Однажды, оставшись ночью вдвоём... Ну, естественно, с Ольгой. Однажды, оставшись... Раз у нас речь идёт про неё. Однажды, оставшись ночью вдвоём... Однажды, оставшись с ней ночью вдвоём, я... Пошёл купаться на водоём. Второй вариант. У меня другой вариант. Я однажды, оставшись с ней ночью вдвоём, я... Я... Дом огрёб. Я женат, ё-моё. Я дома огрёб. Я женат, ё-моё. Я женат, ё-моё. Я женат, это важно, да. Я женат, ё-моё. Ё-моё? Ну, почему бы и нет? Хорошо. Должен быть у песни припев. Должен быть у песни припев. И что-нибудь там на «ев». Ром, есть какие-нибудь слова в рифмах «ев». Это факт, это не блеф. А, это факт, это не блеф. Или придумаем мы его по «ев». А следующая строчка. Не будет у этой песни припева. Прошу. Это факт, это не блеф. Не будет у этой песни припева. Ты-ты-ты-ты-ты. Оля, Бузова Оля, ты королева. О, отлично. Слушай. Это на всякий случай. Оля Бузова, ты королева. Но мне кажется, Инстаграм после этого просто взорвётся. По идее, да, на этот расчёт. Этой песней хочу сказать лишь одно. И это финальная практически строчка. Этой песней хочу сказать лишь одно. Оля, ты ап, а не... И тут запикать бы. Потому что у неё это... Оля, чего ты ап? Оля, ты вверх, а не... И тут все догадаются. А, даун, типа? Типа... Мы не будем говорить это слово, да? Мы все догадаются. Типа вверх, не низ. Да, да. Ты... Ты... Этой песней хочу сказать лишь одно. The Ola, ты... Ап. Ну, типа ап, вверх. Ап. Всё? А, не. И тут... Я сделаю голосом пип, типа, чтобы все поняли. Она... И вот заключительное, финальное. И пожелать вам всем... А, нет. И пожелать всем вам никогда... Никогда. И поставим точку на этом, да. И пожелать вам всем никогда... Никогда. Чего никогда ты всем пожелаешь? Николай... Чтоб не кончалась в кране вода. Вода. Да, я пожелаю, как все. Никогда. Роман, ты с вами просто искрометный. Роман искрометный. Можно я теперь так тебя буду называть? Не будем сбивать, Лёша. Да, пожалуйста, и пожелать всем вам никогда... Никогда не будьте злыми. Как Бузова. Не Бузова. Она, кстати, позитивный очень человек. Просто... Ольга, прости меня. Если ты нас смотришь, слушай. Это просто пришлось, да. Пришлось к рифме. И... Пожелать всем вам никогда... Тогда... Тыры, 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 да. Никогда, никогда, никогда. Борода. Но мы же не будем так, правильно? А давай мы не будем эту строчку брать. У нас хорошая была и та финальная. Давай будет... Нет, это же... Вот это и будет примерно. Ну, как, типа, припев. Ага. И что, мы не хотим пожелать вам никогда... Да. О-е-о-да. Вот так. О-е, хорошо. О-да. Да. Ну что, друзья мои, все записано. Обратной дороги нет. Прямо сейчас в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ» родился новый хит. Давайте попробуем его сейчас. Сейчас, да, воспроизвести. Леш, надеюсь, ты разберешься с моими каракулями. Прошу. Итак, MC, прошу, бит. Ты пошел в историю. Нормально, все видно, слышно? Погнали. Да, слышно. Йоу, йоу, камон. О-е, ага, ага. Мы тоже помогаем, да, Ром? Ага, ага, еа. Меня зовут Юрина Алексей. А, я гидроцессал. Я не гей. Эту песню посвящаю Бузовой Ольге. Только Ольге. Без всяких только. Я не знаю, как начать эту песню. Хотелось бы интересней. Естественно, пусть подпевает нам весь этот зал. Страна, президенты, телеканал. Был у меня интереснейший случай. Я песню придумал, а Бузову просит. Леш, не мучай. Однажды, оставшись ночью вдвоем. Я дома огреб, я женат, ё-моё. Должен быть... Пара, пара. Раз, раз, го. Должен быть у песни припев. Это факт. Это не блеф. Не будет у этой песни припева. Оля Бузова, королева. Я этой песне хочу сказать лишь одно. Ольга, тяп, а не... И пожелать всем. Никогда. О-е, о-е. О-да. Бузову. 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 О-е. Бузову. Друзья мои, просто толпа ликудля. Спасибо. Ребята, покупайте мои диски. Надеюсь, эта песня дойдет до Ольги. Все, пока зал переваривает. Давайте прервемся на небольшую уже настоящую музыкальную паузу. Прямо сейчас. Будет еще жарче, друзья. Потому что буквально уже финальный аккорд. Самый-самый яркий и смешный. Алексей Юрин по-прежнему у нас в гостях. Помимо того, что это талантливый автор. И плюс еще участник КВН-команды. Станция спортивная. Плюс он сам пишет, участвует в всевозможных селевизионных проектах. Рэпер, как мы сейчас. Да, музыкант и так далее. Это недавно. Ты еще и снимаешь для Инстаграма всякие прикольные юморесочки. Вайны это сейчас называется таким словом. Расскажи, как ты в это подался? Ребята, я блогер с некоторого времени. Мы с моей женой, мы сделали... Канал. Ну как канал? Мы делали... Но он называется не твоим именем, правильно? Да, он называется метр девяносто два. Подписывайтесь. Подписывайтесь, подписывайтесь, ребят. Это важно. Метр девяносто два. Это причем как-то исторически вот это словосочетание сложилось. Я когда-то придумал себе почту метр девяносто два, а потом я сделал ВКонтакте себе метр девяносто два. Скажи, это твой рост или это что? Размер чего? Я извиниюсь. Да, это мой рост. Мой рост, ребят. На все понятно. Размер мне вымельчите. Это мой рост, метр девяносто два. И как-то это словосочетание стало моим, не знаю, мерчем. Как это сейчас? И вот сейчас под этим брендом Выходит наш инстаграм-блог Сериал уже, мне кажется, даже Он, да, в какой-то степени сериал Типа того, вот все эти теги Они подходят для нашего видеоблога Мы просто осознали, что За этим будущее Вы же вещаете, да, в интернете сейчас? Естественно Это же будущее и интернет Ты в принципе интернет, или отдельную платформу интернета Я и в принципе, и вообще Говорю о том, что интернет все больше Охватывает умов людей И глупо его игнорировать Все равно следующее поколение после нас Да уже поколение, которое наши младшие братья Ну да, согласна И я решил, прокуа бы и не па Что бы я и не сделать бы блог Мы с ней сели, подумали И придумали вот такую Придумали там Концепцию, 60 напополам она называется Если вам интересно, ребята, я могу сказать Да, у меня, у нас с женой Большая разница в возрасте 15 лет 15 лет, ребята Да, 60 напополам Ну, типа, блин, прикольчик А, так это про возрасте Да, 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 на тот момент Мне очень понравилось, когда Там есть В общем, показано, как радуются Лешины родители Что супруга молодая У нас гуляночка, значит, а с ее стороны Не совсем весело это встретили Да, мы придумали эту концепцию Внутрь этой концепции Ну, она такая, как бы, концепция Которая ни к чему особо не обязывает Просто мужчина, женщина И иногда мы показывали то, как сложно Или интересно, или смешно Быть вот такими очень разновозрастными Начали туда писать юмор Начали выкладывать У нас поперло Был, там, мы с знаменитой блогершей Идой Галич У нас Ида Галич будет завтра, друзья Маленький анонс Подключайтесь к нам завтра Я Ида передаю ей огромный привет Через время и через эту суть Мы передадим тоже Огромный привет от тебя Здорово И мы с ней сделали какие-то вайны Какие-то сами записали В итоге у нас поперло Но, когда ты в это все погружаешься Ты видишь, там, тебе хочется же больше Тебе уже хочется быть блогером У которого, там, не десятки тысяч, а сотни тысяч Миллионы Миллионы А сколько сейчас у вас подписчиков? Немного Из чего вы начинали? Восемнадцать или девнадцать Восемнадцать тысяч Ну, это извините меня Начинали, если сравнить с чем-то, что мы начинали, круто Потому что было девятьсот, по-моему, подписчиков Это был мой личный аккаунт Который я там Ну, и за сколько выросло до двадцати тысяч? Сколько вы снимаете уже? Год, два? Не, 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 не Это было несколько месяцев Месяцев? Да, да, это быстро Ого Но, с другой стороны, когда ты этим начинаешь заниматься, ты понимаешь, что вот настоящее блогерство, если можно так сказать, оно начинается, ну, тысяч с трехсот, если говорить об Инстаграме Да, понятно Ну, вот, блин, примерно, когда у тебя триста тысяч подписчиков, можно уже говорить о какой-то рекламе, и это будут такие более-менее деньги Мы желаем тебе и триста тысяч, и три миллиона, и больше Чтобы выросли, подписчики, просмотры, участвуй побольше во всевозможных телевизионных проектах И только побед, только тебе удачи И песен новых тоже Да, рады нас своим творчеством, друзья, спасибо огромное всем, кто был вместе с нами И сегодня у нас в гостях был Алексей Юрин Спасибо, ребята Да, я по каверонской традиции хлопаю Да